Здравствуйте! Привет, девочки! Канадин блогер! Вы что? Как вы звали? Степан Андреевич, а вас? Вы совершеннолетняя, так вообще, для начала? Да. Да, прекрасно. Блогер? Вот и начнем нашу, так сказать, великосветскую беседу. Вы настроены на великосветскую беседу? Конечно. Вы откуда? Москва. Максва? Это что такое? Москва. Я понимаю, я тебя не владею. Украинец? Ну, вообще, этнически, да, но гражданин России, я из Белгорода. Слава Богу. Ой, у вас там бомберки. Да, да. Братский народ. Белгород. Братский народ. Кто вас бомбит, Украина? Ну, а кто же нас еще может бомбить? Сначала мы их, теперь они нас. Все предельно логично, ясно и... Очень лябанее. И предсказуемо, честно. Ну, да. А что скажешь на счет тиракта? Какого? Который в этом самом был в Крокусити Холле? Да. Вы знаете, что такое устойчивое словосочетание «рязанский сахар»? Нет. Мы маленькие такие, ничего не знаю. Вы же сказали, что вы совершеннолетние. Вы меня обманули? Вы совершеннолетние, но мы не такие умные. Ну, я старый, тоже не очень умные. Так же ж иногда бывает, не все ж старые умные. Ну, вы вроде нормальные. Вроде ничего, да? Пойду. Вроде, ну, вроде... Если меня прислонить к теплой батарее, то я еще... Ого-го. Не поняла. Ну, ладно, это не важно. Старческий юмор, так сказать. Крокус Сити Холл – это рязанский сахар. Когда... Есть на Ютубе такой фильм, замечательный, двухчасовой. Он так и называется «ФСБ взорвает Россию». Про то, как ФСБ планировало, осуществляло теракты под именем так называемых чеченских, кавказских террористов. Делало это все руками Федеральной службы безопасности. Подождите, вы хотите сказать, что кто устроил теракт, по вашему мнению? Я думаю, что устроили их ИГИЛ, но под полным контролем Федеральной службы безопасности. Да, это служба безопасности, это кто? ФСБ. Ну, ФСБ, ФСБ – это кто? ФСБ – это родственник ваш. Вот это Студебекер. Вот ли ФСБ – это кто? Студебекер. Студебекер, Студебекер. Господи, боже мой. Я же говорю, что ФСБ – это кто? Я же говорю, родственник ваш. Вы не знаете своих родственников. Это армяне. Армяне? ПРБ – это армяне, да? Ну, это для меня уже новость. Это Россия? Это Россия, Федеральная служба безопасности Российской Федерации. А зачем им это делать? Для того, чтобы подогреть настроение народа, увести их от внутренних проблем к проблемам так называемого внешнего врага. Вы думаете? Конечно. И объявить в ближайшие дни мобилизацию. Это не Украина, вы хотите сказать? В смысле не Украина? ФСБ – это не Украина, это точно. Ну, нет, я имею в виду, что это... А зачем мы... Подожди, не Украина с ИГИЛом? Вы видели? Нет, конечно, нет. В Украине, это я совершенно точно знаю, ИГИЛ на законодательном уровне признан террористической организацией. Ну, я знаю, да, это террористы. Ну, они типа работали в ФСБ, подожди, а вот хорошо, вот нашли четверых таджиков. Ага. Вот как на это решились? Это нашли вообще тех, по вашему мнению? А как вы думаете, вот таджики как могли попасть на территорию Украины, а потом рублями в Киеве получать зарплату за свой террор? А ну хватит, девочки! И всего лишь на какие-то полмиллиона рублей. Ну, какие-то совсем, не знаю, гастробайтеры. Подожди, ваше мнение... Это... Заткнись, нашли типа не тех? Исполнителей, может быть, и тех нашли. А вот организаторы, девочки, организаторы сидят в Кремле. В Кремле? Абсолютно убежден. Это же уже было в нашей истории. Это Росану Джамшута нашли, знаешь? Это вот я тоже слышала, на самом деле, такую версию. Мне просто интересно, неужели это правда? Если бы это было первый раз, я бы подумал, да боже, не может быть, чтобы наша родная власть, чтобы она, да на свой народ руку подняла. Если бы это было первый раз, я бы так подумал. А когда еще было? Беслан. Хоршевская США. Беслан? Стоп, перебью, извините, пожалуйста, но Беслан, ты же просто... Чеченцы напали на детей. Чеченцы напали на детей? А спецназ Российской Федерации уничтожил этих детей. Не чеченцы же их убили. Серьезно? Да нет, вы, наверное, украинец. Я же вам в самом начале сказал, я гражданин России, а по национальности я украинец. Я же вам сразу же сказал. А вы за Россию или за Украину? Ну, я гражданин России, если бы я топил за кого-то другого, я бы назывался предатель, правда? Ну да. Ну вот. Но не смотреть правде в глаза и обманывать себя тем, что Владимир Владимирович хороший, а все вокруг плохие, я не буду. Это неправда. Причина этой войны именно Владимир Владимирович. Хорошо. А по какой причине он это сделал, по вашему мнению? Потому что империя может развиваться только развязывая внешние войны, направляя ресурсовые на расширение. Иначе империя загнивает и разваливается. Любая. В том числе и наша. На национальную территорию. То-то встал. То есть, может, я это надействительно, как считаемся, как... Мы странный агрессор. Но надо смотреть правде в глаза. Знаете, и на границе с Украиной это видится вообще прям шикарно. Вот, по-моему. Не, на самом деле, то, что напали мы сюда... Но я почему-то думала, что... Ну, то есть, вам недостаточно того, что напали мы? Ну, мы напали для того, чтобы... Потому что мы на нас нападали. Вот именно такая аргументация в 1941 году была у Адольфа Гитлера, когда он напал на Советский Союз. Именно этим он обосновывал свое нападение на СССР. Он заявлял, что если бы я не напал на СССР, то СССР бы напал на меня. Именно так. Слово в слово. Никаких ассоциаций не возникает? Нет. Видите, как интересно бывает учить историю? Нет, ну то, что немцы напали на нас, это понятно. Как они обосновывали нападение на нас? Так точно, как мы обосновываем нападение на соседнюю страну. Слово в слово. Те же самые аргументы. Короче, в Украине так и скажите. Так я же вам так и сказал. Девочки, я же вам так и сказал. Ну что вы. Я же этого не скрываю. А у вас есть родственники в Украине? Да. Вам нужно по два раза отвечать на один и тот же вопрос. Да. Ну просто нужно понимать, где правда, а где ложь. Если режим Путина совершает преступление против соседнего и собственного народа, потому что развязывание агрессивной войны – это преступление и против своего народа. Отправить пацанов на несправедливую войну – это преступление. Ну просто у нас телевизор правит бал. А жить на границе в течение двух лет очень резко прочищает мозги. А кого бы вы поставили вместо Путина в этот выбор? Ну я, конечно, в силу своей скромности личной не стал бы говорить, что сам себя поставил бы. Но если бы меня избрали президентом Российской Федерации, я вполне бы справился. Ну вы, а кто по гороскопу? Какая разница, я не очень в этом разбираюсь, да. Вы что? Нет, нам не интересно. В феврале тогда у вас. В феврале, в начале февраля. Водолей? Все водолеи умные просто. Хороший аргумент. Я думал, люди умные, потому что они учатся, работают. Оказывается, потому что они водолеи. А чего вы занимаетесь вообще? Чего вы занимаетесь? Я военный юрист. Это как? Военный юрист. Эллин, ты что, глупая? Ты знаешь, что кого-то из вас? Полковник юстиции. Полковник юстиции. Понятно. А вы ведь не блогер сейчас, случайно? Ну как может быть полковник юстиции блогером? Ну о чем вы говорите, девочки? А вы не стримите? Нет, конечно. О чем вы говорите? Тем более, ну с такими прекрасными дамами. Ну мало ли вырезать номеров, если нас через час с ФСБ как повяжут. Значит, если тут кого ФСБ повяжет, то скорее меня за мою правду, чем вас. Ну да, кстати, тоже верно. Именно так. Получается, Путин хочет забрать Украину или что? Путин хочет сохранить свою власть. Для этого ему нужен постоянный конфликт на границах своей страны. И он его постоянно поддерживает. То Чечня, то Карабах, то еще что-нибудь, то Сирия, то еще что-нибудь. Ему нужен постоянное состояние конфликта. А в смысле, а Карабах причем? Карабах, кстати, я карабахская армянка. Я ничего не говорю. Но этот конфликт развязан. И в течение многих-многих десятков, а то может быть и сотен лет, поддерживается именно Москвой. Путин просто наследник этой традиции. Ему он выгоден. И он его поддерживает. Он же не разрешается, этот конфликт. Нет. И не будет. Смотрите, Леднестровье, Сирия, Чечня, Грузия, Украина с 2014 года. Ему это необходимо, дабы сохранить собственную власть. А ценой жизни пацанов ему неинтересна. Мы для него мясо. А кто Донбасс бомбил? Восемь лет. Что-что? Вот бомбили Донбасс восемь лет. А где я был, когда бомбили Бонбасс? В бомбардировщике. Нет, я говорю, бомбили Донбасс. Вот восемь лет. Девушки, ну честно, я думал, вы все-таки умнее несколько. Ну перестаньте повторять этот бред из телевизора. Я говорю, ну кто, в смысле, вы не бомбили? Ну пока нас там не было, никто никого не бомбил. Там даже близко мыслей о войне не было, пока мы туда не пришли. А ну кто бомбил? Мы бомбили. Ну говорят же украинцы. Ну понятно, а что же надо говорить? Ну вот как ты себе представляешь, Путин говорит, да, я взорвал дом на Хоршевском шоссе, чтобы убить всех чеченцев. Нет, он обвинил в этом чеченцев. Я взорвал дом в Рязани, чтобы обвинить в этом чеченцев, это сказать развязать войну в Чечне. А правда, что Кадыров бывший террорист? Кадырову было 16 лет, когда он начал убивать наших сограждан. А его отец возглавлял чеченские подразделения воинские. А потом вступил в сговор с Владимиром Владимировичем. То есть продал свой народ. А как вы думаете, а еще теракт будет? Это вы Путина спросите, девчонки. Ну вы как думаете? Ну потому что Соединенные Штаты нас предупреждали об этом теракте, вплоть до того, где он произойдет, еще в феврале месяце. Что-нибудь наша власть предприняла? Сейчас США откуда знала? Вот я вам говорю, ничего не предприняла. Поддержала, провела, сделала так, чтобы он состоялся полностью, от а до конца. Потом начала отрезать уши подозреваемым. Ну это же прекрасно просто, да? Скажите. Ну подождите, хорошо, что я сейчас спросила. Теракт. Нет, а как вы думаете, будет ли еще вот что-то такое? Конечно будет. Пока Владимир Владимирович власть, это не закончится. И более того, пока существует именно вот эта вот имберская идея, идея расширения за счет чужих земель, кровопролитие не остановится. Ваши дети, дети ваших детей будут продолжать гибнуть на совершенно ненужных, несправедливых, агрессивных вуят. Так когда мои дети будут взрослые, вы, наверное, уже живы-то не будут. Может быть и не будет. А традиция имберская может остаться. Вот это уже зависит от народа России. От вас, от меня. Понимаете? А как это от народа России? Так как в Конституции написано. Так как у нас написано в Конституции. Нужно просто жить по правилам, которые написаны в Конституции. Даже с этими долбанными изменениями, бог бы с ними. Хотя они абсолютно незаконны. Но надо их соблюдать. А у нас Конституция, чтобы попу вытирать. Кто-нибудь из вас видел Конституцию Российской Федерации в глаза хотя бы? Сколько там статей? Очень много. Да? Алина, ты у нас юрист будущий. Сколько? Да, там много. Ну сколько много? 300. Ой, даже больше. Там не будет. Там меньше 200 статей. 160. Не будет. А вот изменения в эту Конституцию, вот недавних, было принято больше 200. Ну, то есть ее взяли просто и переделали под Владимира Владимировича. А нас сейчас не убьют за то, что мы такое обсуждаем? Это ж я обсуждаю. Вас-то за что убивать? Вы же ничего крамольного не говорите. Мы ничего не знаем. Меня могут убить в любую секунду. Здесь ракеты летают. Так что страх... А вот смотрите, вот на это не прослушивают? Страх нивелируется, когда ты вдруг понимаешь причины войны и цену ее. Страх перед властью исчезает. А у вас есть дети, жена? Вот это оставим за скобками. Почему? Ну, потому что меня, может быть, и не жалко, а их жалко. Но я говорю, у вас есть? Я не буду отвечать на это вопрос. Это личный вопрос. Почему личный? Потому что это личный вопрос. Ладно. Как будто мы сознаем их. А может, вы блогеры? Я ж не знаю. Нет. Смотрите, какие мы блогеры. Просто зашли в туалетку пообщаться с людьми. И как? Как успехи? Обычно какие-то дурачки попадаются. Как вы определяете? Ну, знаете, не могу сказать. А вы где учитесь? Можно я спрошу? Вы где учитесь? На кого учитесь? Как в городе? В своем городе учитесь. Не-не, на кого? Я юрист, она логист. Логист и юрист? Да. Она в школе. Вы же сказали, что у вас совершенно летняя. Ну, она просто в 8 лет в школу пошла, она в 11 классе. И два раза была в 11 классе, и три раза в 10, да? Слушай, ей 18 лет. В 18 лет она заканчивает. А, я понял, понял. А юриста можно спрошу, чем отличается правовая система от системы права? Ну, она на первом курсе. Это на первом курсе учат. Такой учебник, есть такой учебник, теория государства и права. Я знаю, я прохожу этот предмет, я говорю, я сейчас курсовая по этому предмету. Но, окажется, ты не знаешь, чем отличается правовая система от системы права. Да, у меня правовая система, это правовые системы Российской Федерации, общие, там, четыре. В Российской Федерации несколько правовых систем? Нет, я имею в виду то, что у меня тема по курсовой такая. Правовые системы Российской Федерации? Хороший у тебя, хороший у тебя колледж, мне нравится уже. Нет, подождите, правовая... Ну, хорошо, вы ответьте на вопрос, почему этот вопрос был? Ну, я же не преподаватель, преподавателям деньги платят, а я тут с вами поболтать. Пускай книжку возьмет и почитает. В следующий раз встретимся, проведем устный экзамен. А когда мы встретимся? Ох, скоро. Бери книжку, читай пока. Давай, поздравим. А когда скоро вы готовы?